бюджет 9 миллионов долларов позволил привлечь в этот фильм актеров средней величины и использовать в чем-то передовые компьютерные спецэффекты а именно отражение окружающей среды от хромированного объекта по нынешним меркам конечно убого но это 1986 год а жидкий терминатор камерона создали лишь спустя четыре года и наконец почему фильм стал настоящим хитом для советской детворы в конце июля восемьдесят шестого года американская школота их родители заспешили в кинотеатры ведь на экраны вышел фильм под эгидой студии дисней полет навигатора лента завлекала удивительным названием сулящим немалые приключения жанр фантастика и наличие в принципе достойных актеров вроде вероники картрайт которая в ерунде не снимается взрослые знали ее по первому чужому и вторжению похитителей тел восхитительный трейлер уже давным давно обошел все теле и радиопрограммы в том числе и утренние эфиры и дети не слезали с родителей пока те не пообещали отвезти их в кино за первые выходные кассы сумели собрать чуть более трех миллионов долларов окупив чуть позже и сам бюджет и на шампанское с черной икрой продюсером тоже хватило но не более американцы не очень впечатлились дружбы мальчика и внеземного разума ведь гораздо ранее великий спилберг уже показал нечто подобное в своем инопланетянине семейные фильмы и популярны в любой стране мира а уж если вдоль оказывается машинная фабрика то конечный продукт уж точно обещает быть крутым по крайней мере в техническом плане конечно дисней был лишь дистрибьютором ленты в сша но изрядную долю своих пожеланий и хотелок они создателям киноленты озвучили и получили то что хотели изначально фильм планировался как независимый продукт оплаченный в том числе и норвежской компании кстати часть съемок проходила в норвегии так как муляжи корабля создавали именно там и перевозить основную часть декорации для съемок в сша не рискнули боялись повредить ну а все остальное сняли в солнечной флориде хоть и планировали совершенно на другие локации дождь помешал от того фильм хоть и на космическую тематику получился все же теплым и весьма летним интересный факт кое-какие эпизоды этой ленты сняли на территории ранчо принадлежащему берту рейнольдсу какое отношение к фильму имеет знаменитый актер история умалчивает поскольку в 80-е киноэкраны сша культивировали различные умные механизмы полет навигатора тоже не избежал этой участи разумеется создателям очень хотелось впечатлить своего зрителя тем чего они раньше не видели и упор ленты в техническом плане конечно же постарались сделать на инопланетном корабле с необычным дизайном и просто потрясающими возможностями в ту пору голливудские гиганты сделали ставку на компьютерные спецэффекты оставив гения в покадровой анимации независимым студиям и более дешевым проектом во всю начинали свои первые неуверенные шаги инновации в визуальных эффектах и ленты вроде назад в будущее и приключения молодого шерлока холмса показали что смысл тратится на компьютерной технологии есть полет навигатора был выпущен на заре технологии 3d анимации и стал первым в мире фильмом в котором использовалась отображение окружающей среды создавая иллюзию хромированного объекта взаимодействуя в одном кадре с настоящими живыми объектами за помощью в создании компьютерной анимации обратились к компании которая создавала большую часть классической рекламной 3d анимации восьмидесятых годов была проведена колоссальная по тем временам работа начиная от набросков инопланетного корабля заканчивая раскадровками с его участием и моделированием на мощнейших компьютерах его самого кроме компьютерных спецэффектов в ленте задействовали качественные декорации и аниматронику там где потребовалось изобразить инопланетных представителей включая и робота добавить нотки кинофантастики поручили композитору алану сильвестри некоторое время назад он просто великолепно создал музыкальную атмосферу в киноленте назад в будущее в полете навигатора он использовал полностью электронную музыку что соответствует на сто процентов духу этого фильма в киноленте просто потрясающие виды полетов над городом океаном высоко в облаках в горах и других локациях от таких видов действительно захватывает дух смотрится все это впечатляюще до сих пор примечателен фильм и участием молодой сары джессики паркер но вот сама актриса видимо зазвездившись после знаменитого сериала про секс в большом городе крайне прохладно вспоминает те съемки и как гласит одно из интервью в те годы она просто делала свою работу пытаясь ложиться простите пробиться в голливуде и ей сейчас до лампочки кто снимался в полете навигатора и какой посыл был у того фильма съемочная группа почти осознавала что ленту будут сравнивать с творением спилберга и поэтому с импровизировали добавив небольшую отсылку к его фильму вставив в него упоминание величайшие цитаты опустив все эти истории напомню что премьера этой ленты состоялась и у нас тогда еще в ссср в 1988 году полет навигатора стал самым настоящим прокатным хитом много фильм не собрал в тогдашнее время в наших кинотеатрах билеты как и мороженое стоили просто смехотворные деньги сущие копейки почти что каждый советский ребенок посмотревший этот фильм обосновал родителям что на полет навигатора нужно сходить еще раз родители понимающие кивали головами и давали денег на кино снова счастливые советские дети не избалованные такими фантастическими лентами бежали вновь в темный зал чтобы с широко открытыми глазами смотреть на самую настоящую магию кино где герой примерно их возраста пережил просто невероятные приключения полет навигатора является чистым и ярчайшим воспоминанием который хранит каждый кто помнит то время и кому удалось сходить на него в кинотеатр а а а а